Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Сегодня мы читаем и пытаемся прокомментировать четвертую главу первой Маковейской книги. Это видео записывается для библейского портала экзегет. Читаю я по замечательному изданию, замечательному переводу, который выполнен Брагинской, Шмайной Великановой и издан вот в виде такого прекрасного прокомментированного подробно научного издания. Итак, первая Маковейская книга, четвертая глава. Напомню, что речь идет о событиях, которые происходили в первой четверти II века до н.э. Израиль порабощен Антиохом Епифаном, его армией. Антиох Епифан — это представитель династии Селевкидов, наследники части империи Александра Македонского. По каким-то причинам Антиох Епифан решил извести в Израиле верового истинного Бога, отучить людей от исполнения заповедей, закона и насильно навязать им эллинистическую культуру, заставив их отречься от всего, во что они верили. Часть людей с этим не согласны, и возникает такое вот, можно сказать, партизанское движение, которым руководит Иуду Маковей. Армии, которые со стороны Антиоха Епифана и его полководцами направляются, чтобы, как бы сейчас сказали, решить вопросы Иуду Маковея, чтобы уничтожить его партизанское движение, они становятся все больше и больше. И вот, наконец, приходит довольно большое уже такое организованное, настоящее профессиональное войско под управлением Горгия. Тогда Горгий взял пять тысяч пехоты и тысячу отборной конницы, и ночью отряд выступил, чтобы напасть на стан иудеев и внезапным ударом разбить их. Провожатыми у них были сыны крепости. То есть военачальник вражеской, можно сказать, армии Горгий берет с собой довольно большое количество людей, пять тысяч, и еще тысяча конницы. То есть это такой очень большой отряд. И они направляются к Иуде Маковею, к его воинам, для того, чтобы так вот внезапно, внезапным ударом разбить и уничтожить это партизанское движение. Сами они идти не могут, потому что это люди, рожденные совершенно в другой местности, они не очень хорошо здесь ориентируются, и они берут с собой провожатых. Провожатыми у них были сыны крепости. Именно эти люди показывают какие-то горные тропинки, которые, может быть, можно пробраться, дают им информацию о том, где может скрываться Иуда Маковей и его отряды. Кто такие сыны крепости? Мы помним, что Иерусалим, столица Израиля, разорен, что храм осквернен, в храме приносятся языческие жертвоприношения, заклается и не раз свинья на алтаре храма, то есть нечистое животное, специально с целью предельно оскорбить иудейскую веру, с целью осквернить и изничтожить те древние обычаи, которые были от самого Бога дарованы народу через пророка Моисея. И некоторые иудеи, они перешли на сторону, некоторые даже не за страх, а за совесть, добровольно, еще даже до начала всяких военных столкновений перешли на сторону вот этих захватчиков, на сторону Ансека Епифана, Лисия, Горгия, и вот они, вероятно, и называются сынами крепости, то есть такие отступники. Иерусалим превращен в крепость, где находятся гарнизоны лояльные к Анселуху Епифану, а сыны крепости, то есть, вероятно, жители этого города Иерусалим, вот те, которые там остались, то есть те, которые перешли, предатели, перешедшие на сторону врага, вот они являются провожатами, они знают хорошо местность, и они могут провести эти отряды. Иуда об этом услышал. «И выступил сам, и сильный отряд, чтобы разгромить войско царя во Маусе, пока силы Горгии еще не подтянулись к стану». Иуда оказывается таким необыкновенно талантливым полководцем и умелым. Он узнал откуда-то, но, вероятно, тоже какая-то была служба, как мы сейчас сказали, разведки, контрразведки, что вот идет этот отряд, такой внезапности у Горгии не получилось, и они сами берут и уходят с этого места, и наоборот подходят к селению Аммаус, а позже это селение стало называться Эммаус, и мы еще прочтем на страницах Евангелия об этом месте, когда два ученика Христовых со самим Господом вместе идут из Иерусалима вот этот Эммаус, а сейчас этот Эммаус является площадкой таких вот драматических военных действий. Горгий с большой частью военных ушел, а кто-то остался в лагере, и пока он там где-то в пустыне, в горах, ищет Иуду Маковея, сам Иуда Маковей, наоборот, пришли туда в Аммаус, чтобы напасть и разгромить отряд в отсутствии полководца и значительной части воинов, вот пока силы Горгии еще не подтянулись к стану. Горгий вошел ночью в стан Иуды, и никого там не застал, они все ушли. Иосиф Лави, который тоже описывал все эти события, уже вот как историк, а не просто как автор вот этой библейской книги, он даже описывал, каким хитростям прибегнул Иуда Маковей. Иуда Маковей оставил в своем стане большое количество зажженных костров, и Горгий вот думал, что в стане есть люди, что костры горят, дым идет, и туда вот пришел, а там в этот момент уже никого не было, ни людей, ни вещей, только костры горели. Горгий вошел ночью в стан Иуды, никого там не застал, тогда он стал разыскивать их в горах, сказав, они спасаются от нас бегством. Ну естественно, куда они могли из лагеря уйти? Но на самом деле Иуда, как мы поняли, уже сам подошел к Маусу. С рассветом Иуда с тремя тысячами человек появился на равнине, правда их доспехи и мечи оставляли желать лучшего. Увидели они сильное войско язычников, всех в панцирях с обеих сторон, конница, и при том обучены они воевать. Иуда Маковей и те, кто сражались с ним, это люди, которые еще вчера вели совершенно мирный образ жизни, пасли стада, выращивали растения, молились Богу, женились, выходили замуж, и это непрофессиональные воины. Откуда у них оружие? Да у них никакого оружия нет, какие-то мечи, доспехи, может быть, трофейные у них были, но они оставляли желать лучшего, как сказано вот в этой книге. А войско, против которого они выходят, это профессиональные, очень хорошо вооруженные воины в панцирях в обеих сторон, конница, и при том обучены они воевать. Что делать? И вот Иуда показывает пример не просто военного мужества и не просто очень талантливого управления своими отрядами, а он показывает пример еще удивительной веры. И он обращается перед тем, как напасть на врагов, к тем, кто идет за ним, чтобы их вдохновить. Вот это очень непростая ситуация. Их меньше, они гораздо хуже вооружены, но тем не менее Иуда верит, что если Бог за них, то победа может быть им дарована. И он сказал своим людям. Иуда сказал людям, что были с ним, не бойтесь их числа, не страшитесь их напора. Вспомните, как были спасены наши отцы в Красном море, когда их преследовал фараон с войском. Вот и теперь давайте воззовем к небу, если мы будем ему угодно, и небо вспомнит завет с нашими отцами, то уничтожит сегодня это войско прямо у нас на глазах. «Тогда все язычники узнают, что есть у Израиля искупитель и спаситель». Вот как вдохновляет Иуда тех, кто идет за ним. Он не говорит, что мы сейчас их разгромим, и вам достанутся великие трофеи. Смотрите, сколько у них там серебра и золота, а мы тут все вот истощены, у нас нет ни оружия нормального. Он не говорит им, я вам обещаю какие-то замечательные блага после того, как мы победим. Нет. Он напоминает им о событиях священной истории, напоминает им, как Господь уже не раз и не два, а много раз на страницах Священного Писания об этом, и он читал, и мы можем прочитать, вот вмешивался в ход истории и был с теми, кто ему верен. И в чем сила Иуда и его людей? Их мало, они плохо вооружены, но они верны закону, и за это они готовы сражаться и умирать. И Иуда говорит, вот, Господь даст нам победу, если ему это угодно. Он Бога называет небом. В то время, вот, было понимание о том, что есть имя Божие, которое Господь открыл Моисею, которое нельзя произносить, чтобы случайно не произнести имя Божие в суе, вот были представления о том, что это имя особое, священное. И вот первосвященник, когда храм еще действовал, произносил иногда это имя в определенный момент года, и вот благодать Божия, присутствие Божие наполняло храм. И вот просто так вот в быту, и даже перед сражением произнести это имя нельзя. И заменяли разными другими словами, и вот Иуда говорит небо, а имеет в виду, конечно, самого Бога. «Возовем к небу, если будем мы ему угодны, небо вспомнит завет с нашими отцами, то уничтожит сегодня это войско прямо у нас на глазах». Вот этими словами Иуда вдохновляет своих воинов. Мы тоже иногда стоим на пороге каких-то очень важных свершений. Вот мы знаем, что долг что-то от нас требует, страшно подступиться, и понимаем, что по человеческим силам это почти невозможно. Но вот будем в том числе и вспоминать вот подвиг Иуда и его людей, которые за ним шли следом. И вот сила верности своему долгу, сила верности своей вере, сила понимания, какие мотивы высокие тебя ведут на это дело, она часто оказывается гораздо больше, чем любые другие земные действующие здесь обычные человеческие силы. И вот Иуда, значит, вдохновил своих воинов этими словами. И иноплеменники подняли глаза и увидели, что наши наступают на них. Вышли они из своего стана на битву, а те, кто был с Иудой, вострубили в трубы. Затем они схватились язычниками и разгромили их, так что те бежали на равнину, а остальные все пали от клинка. Врагов преследовали до Газар и до равнин Иудумея, Азота и Амни, и пало из их числа до трех тысяч человек. То есть вот этот малочисленный и плохо вооруженный отряд Иуды почти внезапно напал на часть армии Горгия, какая-то большая часть, причем лучших воинов ушла его самого искать туда в пустыню, а в это время они напали на оставшуюся часть, и победа, три тысячи человек уничтожены, то есть это очень много, и остальные все бегут в смятение. И вот тогда Иуда со своим войском прекратил преследование. У него нет цели уничтожить всех, никакие жестокие методы, которые вообще говоря были приняты в ту эпоху, в то время, тем более во время военных действий, все это Иуде не нужно. Ему не нужно как можно больше уничтожить, чтобы они там вновь не вернулись в строй, ему нужно совсем другое. И они вошли в этот лагерь, Иуда и его воины, можно сказать, партизаны, которые за ним шли, и сказал он своему народу, не стремитесь завладеть добычей, ведь нам еще предстоит битва. Горги с войском в горах неподалеку от нас, так что встаньте теперь против наших врагов, сразитесь с ними, а потом безбоязненно возьмете добычу. Опять мы видим, что Иуда проявляет себя как очень мудрый полководец и мудрый руководитель. Партизаны победили врагов, они объединены этой победой, они вошли в лагерь, очень хорошо снабженный лагерь, они голодные, у них нет нормального оружия, а там много всего, много и оружия, и еды, и доспехов, и богатства. Что хочется сделать? Конечно, наброситься, все это разворовать, растащить, взять скорее себе, пока другие не взяли. Но Иуда говорит им, нет, если мы сейчас этим займемся, то будут большие неприятности у нас. Ведь еще Горги со своим отрядом, который нас ищет, мы сначала с ними сразимся, а потом уже возьмем себе то, что можем здесь взять. И еще не закончил Иуда говорить это, как показалось на горе какая-то часть вражеского войска. Он еще говорил, а действительно уже это начало происходить. Горги со своим отрядом стали возвращаться в лагерь, так и не найдя Иуду в пустыне. Они поняли, что их соратники обращены в бегство, а наши поджигают их стан, ведь дым, который они видели, дал им понять, что произошло. Увидев все это, а также готовы к битве отряд Иуда на равнине, они страшно испугались, и все бежали в землю иноплеменников. С Горгием практически не пришлось сражаться. Его воины, которые простые наемники, увидев, что произошло, что вот этот Иуда, они-то думали, им, может быть, так говорили, начальники, что это какой-то небольшой отрядик плохо вооруженных людей. Сейчас вот мы их найдем в пустыне, разобьем, уничтожим всех, и, собственно, и все, и царь будет нами доволен. А тут оказывается, что это довольно значительный отряд. А страх, паника еще, может быть, очень сильно усиливают вот эти опасения. И оказывается, что Иуда и его соратники, это довольно так вот серьезная боевая сила, они вошли в тот лагерь, уничтожен, лагерь уничтожен, там горят костры, и они даже сражаться не захотели, они бежали. Иуда возвратился, чтобы забрать Истану добычу. Вот они вышли как бы навстречу Горгию и его отряду, отряд Горгия разбежался, и они вернулись обратно, чтобы забрать Истану добычу. Взяли они много золота, серебра, пурпурных и багряных одежек, несметные богатства. Возвращаясь, они пели гимны и благословляли небо за его благость, за милость его вовеки. И пришло в тот день великое избавление Израилю. Что делают Иуда, его соратники, вот после этой победы? Они взяли трофейные, захваченные ими всякие ценности, багряные одежды, богатства, золото, серебро, все, что они нашли в этом лагере. И что они делают? Пьянствуют, празднуют победу. Они благодарят небо, то есть Бога. Мы уже помним, да, что небом называется здесь Бог. Они поют гимны, благословляют Бога за его благость и за милость его вовеки. Они понимают, что не своими силами, а именно содействием Божиим им дарована эта победа. Все иноплеменники, кому удалось спастись, пришли и сообщили Лисию обо всем происшедшем. Лисии — это наместник Антиоха Епифана над всем Израилем. Антиох Епифан поручил Лисию, чтобы он разорял Израиль, чтобы он изничтожил все израильские населенные пункты, города, села, населил бы их какими-то другими людьми, наплеменниками, чтобы ничего в Израиле не осталось напоминающим о древнем израильском народе, верном истинному Богу и его закону. И вот те, которые бежали, Горгих, его воины, приходят к Лисию и сообщают ему. Он же, Лисий, выслушав это, растерялся, полдухом. Не так получилось с Израилем, как хотелось Лисию. И не то вышло, что царь повелел. Царь повелел уничтожить фактически Израиль, а вместо этого отряды Лисия разгромлены, бежали, деморализованы, а Иуда празднует победу. На следующий год, ну, как-то надо с этой ситуацией дальше справляться. Царь-то повелел уничтожить Израиль. И вот поэтому Лисий действует дальше. На следующий год собрал он 60 тысяч отборных пехотинцев, 5 тысяч конницы, чтобы разгромить наших. Наши — это, конечно же, Иуда и его войско непрофессиональное. Мы видим, что автор первой маковейской книги, он, хотя и жил чуть-чуть позже, может быть, через одно или два поколения, может быть, он общался с кем-то, кто еще были современниками этих событий, но он совершенно определенно себя ассоциирует именно с Иудой Маковием и его соратниками. И вот Лисий собирает 60 тысяч отборных пехотинцев, 5 тысяч конницы, чтобы разгромить наших. Пришли они в Удумию, разбили стан возле Бестур, а Иуда вышел им навстречу с десятью тысячами своих людей. Тех 60 тысяч, этих 10 тысяч. Соотношение сил совершенно невероятно разное. Соотношение сил совершенно невероятно не в пользу Иуды Маковея. Против него выходит армия в 60 тысяч человек. На каждого бойца Иуды приходится шесть хорошо вооруженных, профессиональных, обученных воинов со стороны Лисия. Что делает Иуда? Бежит, паникует, какие-то хитрости изобретает. Нет, первым делом он молится. Увидел он сильное войско и стал молиться так. «Будь благословен, спаситель Израиля». В этой страшной, драматической ситуации, когда, казалось бы, вот все, теперь, наконец, уже практически нет надежды на то, что их протезанское движение продолжится, он благословляет Бога и говорит «Будь благословен, спаситель Израиля!» Ты сокрушил натиск богатыря, рукою раба твоего Давида. Ведь и такой был эпизод в истории Израиля, когда молодой пастушок Давид без доспехов, без оружия, без вооружения вышел и одним камнем победил огромного воина, почти великана, Исполина Голиафа. Вот очень уместно как раз вспомнить, потому что ситуация примерно такая же. Маленькое, плохо обученное войство выходит против огромного исполинского войска Лисия. «Ты отдал рать иноплеменника в руки Иоанната, сына Саула и оруженосца его» в синодальном переводе «Иоаннафан». «Отдай же это войско в руки Израиля, народа твоего. Пусть они будут посоромлены со всей своей силой, со всей конницей. Внуши им страх, сломи дерзость их мощи. Пусть дрожат они, пока их истребляют. Срази их клинком любящих тебя. Пусть всякий, кому ведомо имя твое, хвалу вознесет тебе в песнопениях». Вот так обращается Иуда Маковей к Богу и просит помощи Божьей. И бросились они друг на друга. После этого начинается битва. «И пали почти пять тысяч человек из войска Лисия. Пали они перед нашими. Лисий, увидев, что его строй обращается в бегство, а воины Иуды преисполнены отваге и готовы либо жить, либо достойно умереть, отступил в Антиохию. Стал он убирать наемников в еще большем числе, чтобы опять идти в Иудею». Войска Лисия — это наемники. По всей видимости, и из описания Иосифа Флавия этих событий, тоже это так вот кажется, что, по сути дела, столкновение произошло не десятитысячной армией Иуды Маковей и вот этой шестидесятитысячной, а произошло столкновение с каким-то передовым отрядом, который, вероятно, состоял из этих пяти тысяч человек. И разгром этого передового отряда был настолько внушителен, что остальные воины просто не захотели сражаться. Вот эти наемники, они сказали, нет, мы не хотим умирать за какие-то не такие уж большие деньги, которые нам предлагаются. И вот их воинский дух был очень слабый такой, и они просто разбежались все. Это войско рассеялось. Иуда Маковей одержал очередную победу. Почему? Да потому что вот его вера, его готовность жить и умирать, в том числе его, его соратников, вот за верность закону Божию, вот этот дух, он гораздо сильнее, чем дух даже очень большого количества наемников, которые были в армии Лисия. И его соратники, они говорят, мы или достойно умрем, или победим. А у них действительно и вариантов других нет. Они не могут никуда бежать. У них нет какой-то местности, куда они могли бы уйти к себе домой, как эти наемники могут, знаете, убежать к себе домой. Это их земля, они сражаются за нее, и они сражаются за закон и за Бога, даровавшего этот закон. Что делает Лисию? Вот он набирает новых наемников, в еще большем числе, чтобы опять идти в Иудею. А Иуда и его братья сказали, вот наши враги разбиты, давайте очистим и обновим святыню. И собрался весь стан, и поднялся на гору Сион. И увидели они, и дальше такой вот прекрасный поэтический отрывок. После поражения вот этой большой армии Лисия, после разгрома этого передового отряда и рассредоточивания остальных войск, Иуда Маковей может войти в древнюю столицу Израиля, в Иерусалим. И вот они действительно туда входят, они поднимаются на гору Сион и освобождают вот эту, как раньше говорилось, крепость, Которую себе сделали представители селевкистской династии, представители натиоха Епифана. Они освобождают и вновь возвращают себе вот этот древний город. И прежде всего, что их беспокоит? Конечно, храм. Собрался весь стан, поднялся на гору Сион, и они увидели. Святилище лежит в запустении, жертвенник осквернен, двери сожжены, во дворах заросли, словно в лесу, словно на какой-то горе, а покои разрушены. Храм в самом плачевном состоянии. Порос травой, стены разрушены, светильники потушены, жертвенник осквернен. Тогда они разорвали на себе одежды, воскорбили великой скорбью, посыпали голову пеплом. Они простерлись ниц на земле, затрубили вестовые трубы и возопили к небу. Вот раздрание на себе одежды — это такой вот древний образ человека в глубоком горе. Вот настолько его горе, как бы я уже и не хочу жить нормальной жизнью в таком горе. Я одежды на себе разрываю. И вот они, выразив это горе, вот в таких действиях восторбив, возопили к небу, то есть к Богу. И затем Иуда отрядил людей сражаться с теми, кто был в крепости, пока он не очистит святилище. Какие-то еще остатки армии и гарнизона, стоявшего в Иерусалиме, Антиоха и Епифана, там присутствуют. И чтобы спокойно заниматься тем, что происходит в храме, чтобы восстанавливать храм, Иуда Маковей какую-то часть людей направляет, чтобы отвлекать этих вражеских воинов, сражаться с ними вот этими небольшими стычками, не давать им прийти туда, на храмовую гору, и помешать восстановлению храма. Что он делает? Он избрал беспорочных священников, любящих закон. А кто такие порочные священники, не любящие законы, что и такие были? Вероятно, речь идет о том, что часть, в том числе и священников, вот в эти дни, они вот отступили, стали пособниками этих вражеских захватчиков, вот находясь там, в Иерусалиме, были лояльны к Антиоху и Епифану, его политике, и отступили от древнего закона. И вот такие Иуде Маковею не нужны, пусть они и священники, но они отступники, а ему нужны беспорочные священники. И таких тоже было много, которые любят закон, которые не отступили от закона. Они очистили святыни, убрали камни скверно в нечистое место. То есть языческие какие-то жертвенники, которые там были воздвигнуты, они оттуда унесли. Посоветовались они об оскверненном жертвеннике всесожжения. Что с ним делать? Действительно очень сложный вопрос. В храме стоял древний жертвенник, на котором приносились жертвы истинному богу по закону Моисееву. Но теперь этот жертвенник осквернен, на нем приносились и языческие жертвы, на нем приносились свиньи, нечистые животные в жертву языческим богам. Что делать? Неужели, как ни в чем не бывало, продолжать на нем совершать храмовое богослужение истинному богу? Как же это можно после такого осквернения? Почти они залучили разрушить его, чтобы им никогда не вменили вину, что он был осквернен язычниками, разрушили жертвенник. А камни схожили в удобном месте, на горе дома, до сих пор, пока не объявится пророк, чтобы ответить, что с ними делать. Камни священные, потому что это все-таки камни древнего жертвенника, но, с другой стороны, этот жертвенник осквернен. Как быть? Они решили разрушить, а сами камни сохранили. Ждут, что, может быть, Господь какого-то пророка пошлет, и пророк укажет, что делать с этими камнями. Потом они взяли камни, неотесанные, как велит закон, выстроили новый жертвенник по образцу прежнего. Отстроили святыни, внутренний с дома, осветили дворы, священную утварь сделали новую, внесли во храм светильник, жертвенник для благовоний и стол. Затем воскурили благовоние на жертвеннике, зажгли огни в светильнике, и храм озарился светом. Возложили на стол хлебы, развесили завесы и завершили все дела, которые делали. Вот таким образом было совершено обновление храма. После нескольких лет запустения, после нескольких лет осквернения, храм вновь приведен в то состояние, в котором он должен быть, и в котором возможно совершать богослужение. Все восстановлено. В 25-й день 9-го месяца, это месяц Хосле, в 148-го года, они поднялись на заре, принесли жертву, как велит закон, на жертвенники всесожжения, воздвигнутым ими заново. В ту же пору и в тот самый день, когда язычники осквернили храм, он был обновлен с песнопеньями, кефарами, кинирами и кимвалами. Чуть раньше мы читали такую очень горькую поэтическую песню, что не звучит ни флейта, ни кинира. Кинира — это какой-то инструмент, похожий на скрипку, по всей видимости. А теперь все звучит. И кефара, и киниры, и кимвала играет музыка, ликование, потому что храм возобновлен. Весь народ простерся ниц, поклонился небу и возблагодарил за его о них попечение. Они справили обновление жертвенников в течение восьми дней, принося всесожжение с радостью и жертвуя жертву спасения и хвалы. По фасаду они украсили храм золотыми венками и щитками, обновили ворота и покои, и навесили в них двери. Все, что было разрушено, опустошено, все имущество храмовое, которое было разграмлено, вот все они постарались вернуть в исходное состояние. Чего не было, то сделали новое. В народе была величайшая радость. Избавились они от позора, которым покрыли их язычники. И постановил Иуда со своими братьями и все собрание Израиля ежегодно праздновать дни обновления жертвенников в одно и то же время, в течение восьми дней, начиная с двадцать пятого дня месяца Хослев, в радости и веселье. Вот, и такой праздник действительно в удаизме есть. Праздник обновления храма. Тогда же они возвели вокруг горы Сион высокие стены с мощными башнями, чтобы язычники, придя с себя, не попрали святыни, как это было раньше. Праздник, радость, но нельзя забывать о том, что Лисий жив, Антиох Епифан жив. И наверняка они попытаются вновь вернуться, взять реванш, опять захватить Иерусалим. Поэтому вот они возводят стены, чтобы защищаться от будущих нападений. Кроме того, Иуда расположил там войско, чтобы охранять гору, и для ее охраны укрепили также Бет-Суру, чтобы у народа была крепость, смотрящая на Иудомею. Вот этим заканчивается четвертая глава книги Маковеев. Храм вновь возвращен, восстановлен, столица Израиля, Иерусалим, вновь принадлежат народу, народу верному, народу победившему врагов-завоевателей. Но противостояние на этом не закончится, и мы будем читать дальше в следующих главах о том, как будут развиваться события. Это видео было записано для близкого портала «Экзегет». Читали мы четвертую главу первой Маковейской книги в переводе Брагинской и Шмайной Великановой.